Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к Галатам святого апостола Павла, 4 глава. 4 глава относится к доктринальной части послания. Напомню, что послание к Галатам четко делится на три части. Первая часть – апологетическая, где апостол Павел защищает возможность наименования себя апостолом и божественное происхождение своего благовестия. Вторая половина – доктринальная и третья половина – нравственная. Итак, апостол Павел уже доказал, что не его соплеменники, неудеи являются получателями обетования данного Авраама, в тебе благословятся все племена земли, а те, кто принадлежит Христу, те, кто связан с ним, и доказательством этого является наличие у них святого духа, о чем будет речь впереди. Но эта перемена, которая произошла с теми, кто до этого был язычником, а ныне уверовали во Христа, она апостолам связывается не только с тем, что они являются наследниками ветхозаветной истории, они являются получателями прежде бывших обетований. Апостол Павел рассматривает происшедшую перемену в космологическом плане и говорит о том, что произошла как бы смена власти, не просто смена власти, а христиане перешли в иную сферу, в иной эон, в иное как бы пространство своего существования. Вот и сейчас мы будем с вами с этим разбираться. Четвертая глава, первый стих. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и доправителям до срока отцом назначенного. Такому и доколе были в детстве, были предблечены веществным началом мира. Но когда пришла полнота времен, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Так апостол обращается к довольно простой иллюстрации. Он говорит о том, что ребенок, пока он еще не повозрослел, не достиг совершеннолетия, он даже если и является впоследствии получателем большого наследства, то пока он еще не вырос, он вынужден подчиняться тем, кто будет впоследствии его слугом, то есть рабам каким-то, то здесь он продолжает тему педагога, на которой заканчивалась третья глава, когда говорит о том, что такое детское состояние, состояние невзрослости, оно связано, что над человеком наблюдают такого рода рабы, слуги, и под присмотром их человек взрослеет, учится, старается поступать правильно и так далее. Так вот, что же имеет в виду здесь апостол Павел? Что это состояние такой детскости, невзрослости, с подчинением кому связано это время для всего человечества? И он говорит здесь о том, что мы были проявлены веществом начала мира. Ну, сказать, что это не совсем удачный перевод, греческое слово стойхея, или можно иногда переводить стихии, но речь идет не о каких-то природных явлениях, не о том, о чем нам может рассказать в своих прогнозах гидрометцентр. Эти начала мира, можно действительно перевести как элементарные составляющие, связанные с временем, когда человечеством управляли падшие злые силы. Дело в том, что ангелология апостола Павла достаточно своеобразна, и, как правило, под ангелами апостол Павел понимает силы враждебную Богу. Так вот, время этого язычества – это было как раз время подчинения этим злым силам. И это время одновременно является временем, когда человек был подчинен не только им одним, это время домострительства закона, время плоти, греха и смерти. Итак, когда, как говорит апостол, пришла полнота времен, то есть, когда время достигает какой-то своей кульминационной точки. То есть, апостол Павел ставит вопрос, почему же ни раньше, ни тогда, ни прежде, ни после произошло боговоплощение, почему оно произошло именно сейчас. И здесь он использует такой эскатологический термин, который существовал в иудейской литературе – полнота времен. То есть, вот время достигло своего апогея, и произошло боговоплощение. Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконах. Итак, конечно, всегда возникает вопрос, а почему Иисус Христос был евреем? Почему именно не где-то в каком-то другом народе и месте он родился, а именно вот там, а нигде иначе? И, конечно, апостол имеет многогранный ответ, потому что необходимо каким-то образом обозреть всю священную историю, описать линию, направление домостроительства. Но апостол Павел как бы говорит о некой завершающей точке, о конечной точке. Он говорит о том, что это было необходимо, чтобы закон перестал, по сути своей, существовать. То есть, он перестал иметь то значение, которое имел прежде. Потому что если бы Иисус Христос родился вне еврейского народа, то тогда он не подчинился бы закону. Но только изнутри можно как бы разорвать эти узы. Только находясь внутри этого народа, Иисус Христос, Сын Божий, мог бы окончательно, как апостол говорит, искупить подзаконных, то есть, снять с них это бремя. И цель этого освобождения, не какая-то там вседозволенность, не то, что рамки, которые ограничивали человека прежде, они исчезают, и уже как бы человек находится в какой-то неопределенности, в неосведомленности, в дезориентированности. Нет. Цель – это усыновление. Дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего авва-отче. Потому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Итак, вот то новое, что входит в жизнь человека – это принципиальное изменение отношений с Богом. Для нас с вами привычным является обращение к Богу Отче. Молитва «Отче наш» мы читаем неоднократно в течение дня. Оно для нас несет, как нам кажется, ничего нового. Все это давно привычно, известно, и, как кажется, понятно. Но на самом-то деле для апостола Павла это обращение к Богу Отче было совершенно удивительным, и он не переставал им восхищаться. Это мы встречаем с вами уже и в послании к римлянам, там была об этом речь, и видим здесь в послании к галатам. Что же изменилось? А дело в том, что в арамейском оригинале это обращение звучало именно не просто как «отче», как «отец», а «ава», что можно перевести как «папуля», то есть именно так, как ребенок обращается к родителю в кругу семьи. И, конечно, вот так вот обратиться к Богу это было что-то совершенно ошеломляющим, революционным. Это могло звучать как дерзость, невозможная для простого, для обыденного человека. Но именно так Иисус Христос обращался к Богу, как к своему отцу. И это обращение, которое было возможно только для него одного, он передает своим ученикам, говоря «молитесь, отче наш». И это не просто делегирование того, что раньше было не принято и не встречалось. В Ветхом Завете мы с вами такое обращение к Богу нигде не встретим, не найдем. А это изменение статуса учеников, их новые, уникальные отношения с Богом, когда они тем самым поднимаются на одну планку с их Учителем Иисусом Христом, когда они тоже становятся детьми Божьими. И, конечно, этот путь усыновления, он проходит и через смерть Спасителя, через его воскресенье, и через дарование Святого Духа. Поэтому наличие Святого Духа в нас следствует о том, что действительно наш статус, наше положение перед Богом изменились. Потому что если бы этого не было, то есть это может быть принято номинально, или это было какое-то голословное утверждение, но это не так. Бог дает нам Святого Духа. И поэтому этот Дух, Дух усыновления, он действительно говорит нам о том, что мы как бы с Богом имеем один Дух. А если это так, это означает, что действительно мы сродни Богу. Вспомним, опять же, то, чем заканчивается третья глава. Не только один Дух мы имеем с Богом, но и со Христом мы имеем одну плоть. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, говорит апостол Павел. И вот действительно это совершенно уникальное сродство, совершенно удивительная, ошеломляющая перемена. Она означает, что мы тем самым становимся наследниками Божьими через Иисуса Христа. То есть можем получить все то, что принадлежит Ему. И прежде всего это касается вхождения в божественную славу. И вот далее апостол Павел, говоря как бы о том, что произошло, каких вершин в спасении нам удалось достичь, он говорит, тогда, возвращаясь к прошлому своих адресатов, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Кто это такие? А вот это те самые могущественные английские силы, которые посредством земных властителей управляют этим миром. Именно эти силы, они и связывают с апостолом Павлом с предыдущим демонстрательством. Ныне же, говорит он, познав Бога или лучше получив познание от Бога, для чего возвращайтесь опять к немощным и бедным началам и хотите снова проработить себя им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас и напрасно я трудился у вас. Итак, что мы имеем? Дело в том, что у апостола Павла параллельно существуют два мира. Мир прошлый, которым верховодили вот эти начала власти и мир новый, то есть мир как церковь во Христе. И в прошлом мире, как мы уже сказали сейчас, руководство этих противоположных, противостоящих Богу сил было связано как раз и с временем закона, с превалироваемом плоти, с неизбежностью греха, а значит и смерти тоже. И вот в конце послания мы с вами встречаем такую фразу, 6 глава, 4 стих, крестом Господа нашего Иисуса Христа для меня мир распит и я для миру. 6.14 То есть прежний мир, вот этот мир, который связан с законом, с плотью, с этими могущественными невещественными силами, он распит крестом, он аннулирован. Почему? Потому что на кресте был пригвожден не просто человек Иисус из Назарета, а был распит творец этого мира, он был умерщлен. И смерть творца означает и то, что и творение оно подвергается тем самым перемене, преображению. Поэтому дальше апостол Павел скажет тоже в конце здесь «Кто во Христе, тот новая тварь». 6.15 Итак, прежний мир еще существует, еще окончательно преображение в действительности не произошло. Но если человек, который через крещение облегся во Христа, вошел в церковь, теперь начинает соблюдать установление закона, то есть новомесяча, дни, то есть субботу, времена и годы, то есть цикл праздников и различных лет, которые отмечены в ветхозаветном законодательстве, то он возвращается к своей прежней жизни, то есть другими словами, для апостола Павла соблюдение закона ветхозаветного он приравнивает к языческому прошлому своих адресатов, то есть тем самым как бы все аннулируется, все исчезает, и поэтому здесь в пятой главе он начнет так, и так стойте в свободе, который даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства, то есть другими словами, держите за ту свободу, которую дал вам Христос, и это свобода от, не просто от закона, а это действительно свобода от прежнего образа жизни, от существования, которое связано было именно с верховенством этих могущественных духовных сил, прошу вас братья, продолжает апостол, будьте как я, потому что и я, как вы, и здесь мы встречаем тоже, пусть это краткое указание, в других посланиях, мы можем в первом послании к Орифинам гораздо чаще встречать такие призывы, но чем они важны? Дело в том, что, конечно, мы понимаем, что в момент написания этого послания Нового Завета еще не существовало, и, конечно, здесь первостепенную роль играл личный пример проповедника, нам-то с вами хорошо известно по такой христианативной ситуации, которую мы читаем в большинстве житий наших святых, святой удаляется от людей куда-то в пустынное место, живет подвигом, молитвой, но об этом вскоре становится известно, и к нему начинают собираться другие монахи, другие люди, которые хотят вдохновляться его подвигом, которые хотят руководствоваться его примером, которые, общаясь с ним, взирая на него каждый день, тоже обретают для себя путь спасения, и поэтому пример, он всегда играет первостепенную роль, людей влекут не слова, а примеры, если жизнь расходится с декларируемым учением, то никакие правильные слова ничего и не изменят, и ни на кого не оказывают никакого воздействия, и вот апостол Павел, он жил так, что он мог неоднократно говорить, будьте, как я, и себя он никогда не ставил выше, чем те, кому он обращался, никогда не пытался от них дистанцировать, показать им какое-то свое превосходство, поэтому он говорит, и я, как вы, вы ничем не обидели меня, знаете, что хотя я в немощи плоти благословал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блажены, свилистую о вас, что если было возможно, вы исторгли бы отчество и отдали бы мне. И так неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истинам. Апостол Павел здесь возвращается к своему первому посещению Галатии и говорит о том, что действительно он пришел в каком-то нездоровом состоянии, в состоянии, когда его внешний облик, он не только никого не мог к нему притянуть, но и напротив скорее вызывал отторжение и неприятие. Иногда эту фразу о том, что вы бы исторгли отчим и отдали мне, связываясь с какой-то болезнью глаз, но на самом-то деле это совершенно не обязательно, что так, скорее всего, просто не так. Речь именно о том, что по-видимому настолько они были привязаны к апостолу Павлу, насколько он невзрачный этим каким-то отталкивающим своим болезненным видом на самом-то деле оказался для них притягательным, интересным, значимым, что буквально их взоры были прикованы к нему, никак не могли его отпустить. Апостол говорит, что они приняли его как ангела Божия, как креста Иисуса. Сферисту о вашем и так, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? То есть это слово истина, оно тоже имеет очень важное, ключевое значение для этого послания. Апостол Павел во второй главе, вспоминая свой визит в Иерусалим, говорит о том, что своим противникам он не уступил ни в чем, чтобы истина Евангелия сохранилась у вас. И вот действительно он себя воспринимает именно как защитник истины. Ложь, обман это то, что пытаются насадить его оппоненты, иудеи-христиане в Галатийской церкви, принуждая, призывая их к соблюдению закона и обрезанию. «Ревнуют по вам нечисто и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Итак, действительно, оппоненты апостола Павла хотят заполучить себе Галатийскую церковь. Если раньше эта церковь действительно приняла с восторгом апостола Павла, если именно апостол Павел обратил их к Христу, то теперь те, кто противопоставляют себя апостолу, хотят, чтобы, он говорит, о них ревновали, то есть возносит себя, требует к себе повышенного внимания. Но апостол говорит о том, что действительно, что эта ревность, которая была пронизана, их встреча, она должна продолжаться, чтобы не только тогда, когда он был у них, они о нем заботились, они о нем помнили, но и тогда, когда его с ними нет. И вот свое беспокойство и свое волнение свои переживания за Галатийскую церковь апостол Павел сравнивает, сопоставляет с муками рождения. Он, как бы, как мать, которая заново вынуждена рождать своего ребенка, он снова испытывает эти муки, эти страдания. Для чего? Для того, чтобы изобразился вас Христос. То есть апостол Павел говорит о том, что если любой ребенок или большинство детей похожи на свою мать, то апостол Павел как бы рождает Галат, но не для того, чтобы они были похожи на него, а для того, чтобы они были похожи на Христа. Именно его образ, его облик они должны носить в себе. и ради этого он и служит, и старается, и переживает, и, собственно говоря, и пишет это послание, потому что для него деятельность его оппонентов это, как мы еще раз увидим, желание оттянуть тех, кого он обыдал ко Христу от него, потому что на самом-то деле мы помним слова, которым заканчивается вторая глава, если надо соблюдать закон, значит, Христос напрасно умер. Значит, все, ради чего он пришел и все, что им было совершено, оно неизбежно аннулируется, оно становится ненужным. И поэтому апостол Павел действительно воспринимает себя вот именно как защитник Христа, защитник Христовой истины, которая ему была открыта. Хотел бы я теперь быть у вас, изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Действительно, мы понимаем, как сложно апостол в этой ситуации. Он положил на Галатийскую церковь столько сил, делая столько внимания. Они для него действительно как дети, которых он родил для Христа. И вдруг его законных детей пытаются у него отнять, да, это напоминает нам современную ювенальную юстицию, отнять, подняются его оппоненты, да, потому что они не считают его проповедь авторитетной, они с ней не соглашаются, и, конечно, мы понимаем, это беспокойство, это неуспокойность апостола Павла, и он действительно в недоумении, он действительно не понимает, вот, как же это могло произойти. Наверное, такие ситуации многие из нас тоже не раз испытывали в своей жизни, когда затраченные усилия, да, в том числе, когда родители вкладывают множество усилий в своих детей, они как бы рассыпаются, они исчезают, они оказываются ненужными, и что здесь делать, как здесь быть, какого должен быть следующий шаг, вопрос, который не утрачивает свою актуальность, наверное, никогда. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушатели закона, ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Здесь апостол Павел опять возвращается в 22-м стихе к личности Авраама. О Аврааме много говорилось в 3-й главе, и этот трек важен тем, что здесь мы практически, может быть, единственный раз встречаем такой метод понимания, толкования Писания как аллегория. Аллегория рассматривает библейский текст не буквально, а символически. То есть, другими словами, какой-то историей, каким-то действующим лицам усваивается некое символическое значение, которое иллюстрирует какие-то истины, в том числе и духовные. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной по обетованию. Так, Авраам имел двух детей, да, Измаила от Агарь и Исаака. В этот день есть иносказание, это два завета, один от горы Синайска, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай, в Аравии, и соответствует нижнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Итак, апостол говорит о том, что, как бы это, может быть, не парадоксально звучало для его соплеменников, которые, естественно, происходили от Авраама, Исаака, Иакова, и этим, несомненно, всегда очень гордили, и считали, конечно, что это ставит их в особые уникальные отношения с Богом. Апостол Павел отказывает им в этом родстве, но, конечно, не в плотском смысле, что он не может аннулировать, а в духовном. Он говорит о том, что рассматривает опять или возвращаясь вновь к теме обетования, что на самом-то деле нынешние его соплеменники, иудеи, они рождены духовно именно от Агарии, потому что Агарь, как известно, была рабыня, и если от рабыни, то мог родиться только раб. почему апостол Павел делает такое смелое утверждение, почему он на этом настаивает, дело в том, что он как бы слово семя, он говорит в единственном числе, и предлагает свое толкование, так и здесь он рассматривает значение слова Агарь, Агарь буквально означает гора, это значение этого имени, рожденный от горы, кто это родился от горы, от горы на горе был дан Синайский закон, десятисловия Моисея и другие поручения и наставления, которые получил Моисей в течение времени там пребывания, и от горы на горе рождается закон, и вот как бы Агарь, да, гора, она рождает тех, кто находится в рабстве, то есть рабство это состояние отчасти апостола, может быть, здесь обращается к политической ситуации, к тому, что евреи в тот момент были оккупированы римлянами, но и в духовном смысле, несомненно, для него это происхождение от горы, от закона неизбежно означает рабство, да, потому что это земное, а христиане, они рождены свыше, а вышний Иерусалим, он никому не подчиняется, он разглашает апостол Павел свободен, а значит и свободны все мы, потому что мы принадлежим не земному, а небесному, Богу. И вот здесь он относит к церкви пророчества Исаии у женщины, которая долгое время была неплодной, а потом разродилась многочисленным потомством, то есть это церковь, которая раньше была бездетна, а теперь благодаря язычникам она наполняется и растет. Ибо написано «Возвеселись неплодно нерождающие, воскликни и возгласи немучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Итак, церковь растет, она распространяется, и вот обращаясь дальше апостол говорит «Мы братья и дети обетования по Исааку, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Итак, братья мы, дети, не рабы, но свободны». Продолжая это сравнение, сопоставляя иудеев и новообращенных христиан, апостол Павел говорит о том, что они действительно происходят Аврааму по плоти, рождены по плоти, но мы рождены по духу, являемся духовными наследниками прежней священной истории. И он вспоминает о том, что, собственно, за что и был Измаил за то, что он насмехнулся или как-то таким образом над Исааком как-то его унизил. Вот так и здесь он говорит о том, что иудеи, они гонят христиан, но это не будет продолжаться долговременно. Сын рабы не наследует вместе с сыном свободный. То есть, другими словами, христиане получают то наследство, на которое современники апостола Павла не имеют права. Это наследство, опять эта тема возникает, оно небесное, оно не принадлежит этому миру. То есть, оно связывается с тем положением, в котором уже находится Иисус Христос. С его прославленным небесным положением. И, конечно, здесь мы видим, что действительно апостол Павел показывает, что центром истории спасения является Христос. Что бы они признавали, с чем бы они соглашались, какую позицию, связанную с прежним демонстрательством истории спасения не занимали, если люди не принимают Христа, если они его отвергают и не верят в него, то, что бы ни было заявлено в их программах, в их учениях, а галактийская церковь, она подвергалась тоже, мы видим, этому массируемому давлению со стороны оппозиции, отношения к апостолу Павла, Христос тем самым он аннулируется, а значит люди неизбежно лишаются своего спасения, значит, оно уходит от них. Вот об этом будет и следующая глава, где апостол Павел будет говорить и о уже нравственных последствиях такой перемены. Продолжение следует...